что же всем привет мы с вами на бостон мейджора и собственно стартует турнир стартует вот-вот и самое интересное в этом турнире это конечно же не то кто станет чемпионом а фэнтези вы все играете в фэнтези если же вы еще не играете мы постараемся как-то вас заставить него играть в отличие от 6 интернешнала где каждый вечер мы с нс вместе записывали вечернего лета к сожалению здесь у нас не получится этого сделать что меня с нас вам разделили атлантическим океаном и соответственно прогнозы мы будем давать разные нс будет давать свои прогнозы на канале будет появляется видео я буду давать свои прогнозы на фэнтези так что выбирайте какие прогнозы вам нравится больше какие собственно руководство вам будет больше нравится и выигрывайте фэнтези для тех кто не знает что это такое расскажу что же такое фэнтези игра в америке это очень популярная фишка очень популярное развлечение каждый день если вы являетесь владельцем компендиума у вас есть возможность выставить свою фэнтези команду соответственно со всех player card со всех карточек игроков которые у вас есть вы можете составь собрать состав собственно свои мечты 3 core героя 3 core игрока и собственно два саппорта вы должны выбрать каждый день каждый из ваших игроков зарабатывает очки играя собственно в матчах и соответственно чем больше очков вы наберете тем круче вы будете выглядеть в таблице своих друзей и так далее вы можете собственно соревноваться своими друзьями это очень прикольная штучка стоит рассказать про некоторые особенности правил фэнтези в каждой best of 3 серии ваш игрок если вы например выбрали романа резолюшена то и команда digital house сыграла 2 1 то очки романа резолюшена будет считаться только из двух лучших карт для него то есть худшая карта каждого игрока в серии отбрасывается соответственно за один игровой день когда одна команда играет либо 2 либо 3 best of 3 серии вы должны понимать что ваш игрок который вы выберете сыграет либо 4 либо 6 матчей и на этом должны основываться ваши прогнозы собственно выбирайте ну и я вам сейчас постараюсь рассказать что же я выбрал в первый игровой день ну что же первый день стартует сегодня и нам предстоит выбрать фэнтези команду на этот самый первый день собственно у всех у вас должен быть компендиум если у вас нет обязательно обязательно приобретите потому что это очень полезная штука ну и карточки у вас тоже есть да у вас возможно они там все зеленые я много на открывал у меня там есть и серебряные и золотые я вам скажу чем это все отличается вот например возьмем мы золотого рамзеса и мы видим что если у вас золотая карточка то она дает еще дополнительные бонусы то есть пять процентов очков за гпм 5 процентов за тавер киллы 10 процентов за киллы рошана 20 процентов за поставленные варды и 10 процентов за сделанный форсблат как это работает каждый вот пункт сделанный игроком он в принципе приносит свои очки то есть за каждый фраг ваш игрок зарабатывает 0,3 очка за каждую смерть от 3 очков отнимается 0,3 очка соответственно ваш игрок тоже зарабатывает очки чем меньше он убирает тем больше у него очков три тысячных очка за каждый ласт хит или динай также зарабатывает игрок две тысячные очка за гпм то есть тысяча гпм а если заканчивает товарищ что у вас два очка 1 очко игрок зарабатывает за то что убивает товар 1 очко за убийство рошана 3 очка собственно зарабатывается за процент участия в тимфайтах и если вот например ваш лил условный в тимфайтах или соло до участвовал в сто процентов тимфайтах у вас будет 3 очка этого игрока 0,5 очка за один поставленный об сервер вар 0,5 очка за один сделанный стак нейтралом ну и собственно 0,25 очка за то что ваш игрок возьмет руну и 4 очка за сделанный форсблат а также 0,05 очка за секунду которую соперники проведут в стане собственно у вас есть все вот эти вот карточки если у вас каких-то нет ничего страшного можно всегда команду формировать из того чего следует у меня например пока еще нет команды lgd потому что она добавилась только в последнюю секунду надо будет этих парней себе добавить ну и нет например спартана то есть этих товарищей я выбрать не могу переходим к первому дню если вы зайдете фэнтези шеллендж вы увидите здесь вот 3 декабря и собственно вам надо будет принимать решение какие же команды и каких игроков вы хотите выбрать я еще раз вам напомню что собственно в зачет идут две карты из каждой серии то есть например если завтра команда wings выиграет в г unity а потом выиграть свой второй матч то если у вас будут игроки из wings соответственно эти самые игроки из wings у вас будут участвовать только в четырех картах а команда которая одну серию проиграет потом одну выиграет и выйдет в финале в решающую серию сыграет три серии поэтому выгоднее выгоднее брать игроков которые сыграют целых три серии за день они две потому что соответственно очки суммируются работает не средняя арифметическая а именно сумма очков поэтому советую очень вам ориентироваться на игроков которые будут играть тех самых командах которые либо в салат не проиграть либо в салат не выиграют то есть как раз таки команды которые по вашему мнению займут второе третье место завтра играют wings против вага unity digital house против lgd forever young а также newbie против mvp феникс и virtus pro против team np на кого бы я советовал не обращать внимание это вага unity скорее всего у ребят не получишь скорее всего не проиграют двух сериях а также наверное на mvp феникс тоже не особо стоит обращать свое внимание а вот newbie virtus pro mp digital house lgd forever young и wings это очень интересные товарищи вам нужно выбрать два кора одного оффлейнера и двух саппорта давайте начнем с коров и я бы очень сильно вам порекомендовал выбирать так как я это делал раньше собственно товарища resolution тем более если у вас имеется серебряная либо золотая карта resolution это болт пик это предикшн который надо делать потому что резоль абсолютно всегда набирает много очков и в принципе это очень хороший вариант ну вот у меня например нету resolution золотого или бессеребряного поэтому скорее всего мне придется ставить кого-то другого ну так как вы понимаете все-таки очков больше приносят золотые игроки у меня есть например но он есть например рамзесы товарищ который играет завтра есть например но тейлор бёрнинг завтра не играет поэтому на завтра я их выбрать не могу а есть например ю ю ю найн и вот я бы начал свой выбор как раз таки с ю ю найн а почему потому что по моему мнению ньюби завтра в двух матчах не выйдут из группы то есть если они выграют у мими пи пеник скорее всего не проиграет у virtus pro и поэтому ньюби и ю ю найн будут играть трижды так что первый мой кор которого выбираю я это ю ю ю найн это собственно из группы b ну а из группы а где играет у инкс диджитал хаос лжди форевер янг и в г ю нити я бы остановился выбор на ком-то из диджитал хаос либо лжи форевер янг что в инкс все-таки явные фавориты и мне кажется что именно они скорее всего проберутся дальше а так что смотрим лжи форевер янг и скоро у меня есть только супер супер очень хорошую стату покажет из диджитал хаос у меня есть дрель резолюшн и виха они опять-таки все у меня зеленые а но если вот посмотреть wings для интереса то у меня есть например видим блин блин к у которого очень хорошая стата и к тому же у меня есть а серебряная карточка но как я уже сказал блин скорее всего будет играть всего две игры а вот диджитал хаос скорее всего сыграет все-таки 6 когда хочется верить что 10 пройдут но будет конечно сложный резолюшн показал уже нам на интернешне как новую очко он зарабатывает поэтому основе свой выбор на романе поминки а оффлейнер оффлейнер все очень просто держи wings те же 10 и те же lgd forever young те же ньюби те же virtus pro и team np выбор в принципе опять-таки невелик это у нас или я или мун миндер собственно играющие завтра товарищи либо это кейп из ньюбин как и сказал скорее всего не сыграет две игры это либо паша паша у меня например есть серебряный ну либо кто-то вот например по избьян из команды wings не настолько много импакта оффлейнеры вносят как коровы игроки поэтому здесь выбор не настолько важен и я остановлю свой выбор на завтрашний день как раз таки на по избьяне это очень агрессивный очень активный игрок который зарабатывает обычно много очков переходим к саппортам здесь все попроще завтра играет virtus pro у меня есть золотая карточка лила у меня выбор невероятно прост я свой выбор с вами на лили опять-таки я сказал уже что virtus pro скорее всего сыграет три серии возможно это будет 2 но даже если это будет две серии то лил однозначно принесет много очков потому что это очень агрессивный игрок который до особо много вардов не ставит но он участвует почти практически во всех тимфайтах он зарабатывает много киллов он зарабатывает много ассистов и соответственно если у вас есть карточка лила либо золотая либо серебряная это вообще выбор без вариантов вторым же суппортом я бы вам порекомендовал а выбрать опять-таки игрока команды digital house misery потому что misery точно так же как и лил очень часто участвовать драках очень много участвует драках и у него обычно получается это невероятно круто из других вариантов конечно можно было бы вам порекомендовать кого-то из команды например np либо из команды например lgd forever young но опять-таки если мы говорим о суппортах брать директора ну если хотите берите директора директор не подкачает брать опять-таки свежи либо 1437 немножко рискованно я бы вообще не советовал вам останавливаться в спортах пятой позиции хоть и немного очков приносит собственно заварник так что если будет затяжная игра то вы получите много очков но опять-таки все это на ваш страх и риск я же свой выбор как я сказал останавливая останавливаю его на мизери и мой состав на первый день групповой этап выглядит так ю ю найн из ньюби резолюшн из digital house фэйс вьян из wings gaming лил из virtus pro и мизери из digital house посмотрим сколько очков заработает мне это чудесная команда но я надеюсь это будет больше чем у нас спасибо за внимание болеем за команду вилота а